В преддверии Нового года в Ивановском театре драмы премьера «Хитрая сказка про любовь и дружбу. Лисенка и цыпленка, Людвига и Тутты». Пензенский режиссер Владимир Карпов поставил спектакль по мотивам сказочной повести Яна Экхельма. Над оформлением спектакля работал художник Наталья Белова. Ее в Иванове хорошо знают по сказке «Царе Салтане» и «Красной шапочке». Самое главное, что присуще этим двум творческим людям, Владимиру Карпову, режиссеру, Наташу Беловой, это стихия детского праздника, ощущение детства, непредсказуемость каких-то ситуаций, что всегда интересно не только детям, но и зрителю, то есть взрослым. Но очень важно то, что спектакль говорит о добре. Тема борьбы добра и зла не потеряет актуальности никогда. Театр должен помочь маленьким зрителям сделать правильный выбор вместе с героями спектакля. Я не хочу больше обманывать и вращать. А еще я хочу дружить с кем захочу. Пусть даже мои родители против. Я очень хочу дружить с тобой, люди. И я хочу дружить с тобой, люди. Пусть, конечно, родители будут против. Ах, как же тоскли, ах, как же все сложно. Без тут и прожить мне дня невозможно. Режиссер сделал ставку на молодое поколение. Исполнители главных ролей Михаил Богданов и Катерина Чегвинцева – недавние выпускники курса Ольги Раскатовой. Их карьера в театре начинается с детского репертуара. Играть для малышей непросто, но интересно. Их не обманешь. Это самый строгий зритель. И они всегда тебе скажут, туда ты двигаешься или не туда. Это очень важно в актерской профессии. Ну и во-вторых, просто приятно зарядиться такой энергией. Вот мы выкладываемся на сцене, и казалось бы, все, уже сил никаких нет. Но выходишь, они смеются, говорят тебе «до свидания». Они верят в тебя, верят, что ты настоящий герой, лисенок, спортакус. И от этой веры силы как-то появляются сами собой. Вместе с молодыми актерами в спектакле задействованы и опытные. На сцене они перевоплощаются в родителей влюбленной пары – Людвига и Турты. За происходящим дети следят, не отрываясь, живо реагируя на шутки, смехом или аплодисментами. Актеры на сцене чувствуют эту поддержку. Когда они, допустим, начинают смеяться, естественно, надо это переждать, чтобы даже и твои слова просто не наложились на их смех. И приходится играть дольше оценку какого-то происходящего действия, чтобы они поняли. Ну и тоже, да, от них тоже отталкиваешься. Где-то им нравится, ты чувствуешь это. И ты вот прямо ждешь этот момент, что они сейчас будут смеяться, что они сейчас получат удовольствие. Никто во время спектакля не разговаривает. Все, затаив дыхание, ждут финала. Будут ли счастливы Людвига тут-то? Мне понравилось чепленок, потому что она красивая и зубы. Мне понравилось, что там лис никого не продавал. Победила дружба, и их родители стали с другими дружить. После спектакля всех малышей пригласили в фойе театра драмы. Возле елки ребята смогли потанцевать с полюбившимися героями. Новый год и детям и взрослым так хочется верить в сказку, где добро всегда побеждает зло. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.